Только 5% девелоперов на рынке подмосковного загородного жилья готовы браться за масштабные проекты. При этом не менее половины всех игроков рынка нацелены как можно быстрее выйти из этого бизнеса. Это следует из материалов исследования Департамента загородной недвижимости компании «Инкомнедвижимость» есть в распоряжении дома. В исследовании отмечается, что во втором квартале 2018 года на подмосковном загородном рынке появилось 18 новых проектов, при этом только три из них имеют застройку, остальные реализуются как пустые участки. Компания объясняет тенденцию тем, что как минимум половина игроков в сегменте рассчитывает оперативно реализовать свои объекты, чтобы затем уйти из рынка. Еще 40% девелоперов занимают выжидательную позицию, не уходя из бизнеса, но и не начиная новых проектов. Оставшиеся 10% застройщиков чувствуют себя комфортно. Отмечается в исследовании, однако не более половины из них готовы затевать масштабные проекты. Главной стратегией на рынке остается уменьшение метражей на 20-30% и облегчение инфраструктурного наполнения поселков. Чтобы создавать рентабельные поселки, нужны мощные финансовые, строительные и кадровые ресурсы, комментирует данные исследования руководитель офиса Сретенского департамента загородной недвижимости «Инкомнедвижимость» Антон Аткипов. Компании, обладающих всеми тремя составляющими, сейчас единица, отсюда и скромные показатели по части выходящего предложения, в основном оно представлено новыми очередями уже существующих проектов. О кризисе на загородном рынке Подмосковья свидетельствуют данные аналитиков и других компаний. Так, в июне специалисты портала МирКвартир сообщили о том, что цены на земельные участки снизились к началу года практически во всех локациях области. Компании Метриум посчитали, что за год к июню 2018 года загородные дома в новых поселках по Дмитровскому, Киевскому, Минскому, Новорижскому и Рублево-Успенскому направлениям Подмосковья в среднем потеряли в цене 33%. Субтитры создавал DimaTorzok